Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видимо так Теперь заповеди Не пожелай то Не пожелай соседнего поля И проще и проще перечисляется Правильный закон? Ну все знают правильно Ну допустим Когда уже осудили человека Там предупреждают Чтобы когда легли спать Никто не курил Все слышали? Все слышали? Идет проверка Идет офицер И рядом с ним солдаты Табак пахнет Да и дым видать Кто курил? Никто не курил Но курили Лежат-то здесь не 2-3 человека А 350 Огромная казарма И так Никого нет А у него в руках Черенки от лопаты И он сразу бьет окна Окна выбивает 2 часа не подходить к окнам Холод на улице Ветер дует Этот человек Который курил Он обречен уже Все Из-за него Подло Там подло Это значит Звание Ты знал, что нельзя курить Ты же в туалет мог сходить И покурить Все кончилось Я говорю о том Что нам придется в жизни встречаться А другой просто кирпичом кинул в окно Он должен заплатить Одно дело, что ты нечаянно А другое дело, когда Специально это сделал Вы знаете Когда первый мостик мы делали У нас неприятность была Мы приготовили сваи Осмолили их А нам их подожгли Это Бог сделал так, чтобы выявил Выявить нельзя было У нас были воры И воров одного поймали здесь Другого там Кирилл Сейчас в этом Корченый где-то И он там дежурил И по свету определил, кто едет Догнал и остановил Привели сюда Больше воров нет Они сливали и горющее, и все Он должен заплатить Нам он ничего не заплатил Но по закону должен заплатить У кого слили горющее Ни два, ни три литра А если человек делает Я привез огромный камень Отсюда А у него отверстие Туда Что надо налили Оно горело И теперь его разорвало Сваи горели И Бог же сделал так Я ничего не могу найти Помните, я приносил тогда Отраву Ко мне залез Отравы насыпали Голубей отравили Я стал только молиться Проходит время Его как зашиворот Бог Взял Того человека И привел сюда Спрашивали где он Я говорю Несколько тысяч километров И он Вот такое состояние Его Это я сделал Я сказал Никогда не назову я тебя Ты пришел Давай молиться Это Бог делает так Бог может отнять разум Вы знаете Какие труды Мы положили на эти пруды Вот эта дорога Она не проездная Была через кладбище Только где-то Здесь На дороге На другом Я зарыл Как говорят Не один миллион Потеряю ни рубля нигде А вот если Я строю Расходы-то все наши А другой приходит И кирпичи эти Бросают в воду Как? Нормально это? Как рассматривать? А у нас такая ситуация Сегодня ночью проводили Виталия Викторовича Калиникова Он поехал купаться На Симаковском пруду И видит как один потеряевский человек То что Вот сейчас бульдозер работал Он полтора дня работал А я 30 тысяч отдал При пенсии 12 тысяч Но явное дело Что это только Бог может сделать так По-хорошему расстались все И каждый килограмм Глины Которую он поднял в дамбу Это наши кирпичи И человек пришел туда С потеряевки Я повторяю Каждый килограмм нам дорог И в воду бросает глину Разбирает нашу плотину Она ему нужна? Нет А почему? Пусть бы он ответил сам Я не называю кто И кто имеет влияние Пойти куда Сделайте так Я прошу сегодня это сделать С родителями Перебеседовать Чтобы Чтобы Вот Виталий уехал А там У Надежды Васильевны У нее тачка была На одном колесе Мы отдали ей 3 тысячи за нее И он этой тачкой Возил и возил и возил туда Вторую тачку У батюшки брали Люди-то были сильные И потом бегом туда и сюда С тачкой Значит Сколько раз бросил? Я допрашиваю Ну и пять раз Да не пять А пятьдесят пять Вот Сам реши сколько И возьми тачку И привези туда Или ведрами Откуда бросали Справедливая? Да Требования Справедливая будет? Нет? Ну четыре Без одного Табарана И здесь вместо того Что ты делал Бросал Сделай больше Перед Богом Как Иосиф считает Справедливая? Нет будет Тем более Вы живете здесь Мы сделаем Коровы сейчас заходят Готовы плавать И рыба будет И этих прудов Этого не было бы На Камагорихе Не купались бы Там вообще ничего не было В Симаковске Это четвертый раз Поднимаю Медленно Потому что сразу Нельзя надо Чтобы устоялось И нынче Опять закончили Благополучно Помолитесь об этом Чтобы Душу этого человека Господь Обратил к Богу Это злодейство Ничем не объяснимо Просто злой И все Больше никак Яблоки залез Понятно Поел Ну все Я объяснение нахожу Ну Разрушать Зачем Наши сваи Было сжигать Которые Мы забивали Чтобы был проезд А они задерживают Камень И теперь проезд И везде мы написали Дно каменистое Подъедет сейчас Дальше то ехать куда Мы пишем Дно каменистое И чтобы не выгорало Я стекло сделал Разбил ведь стекло Скажет не я Ну судя по всему Я думаю Да стекло разбил А мне посоветовали Тогда на железе Железо вырезали Надежды Васильевны Дали Она написала Я поехал Вчера И Когда вчера Или позавчера Ну не сорвал ли он Если он там будет Нет пока на месте И с той стороны Подъезжает Они не знают Как ехать дальше Это вода А там Дно каменистое И это заметила Председатель Совета И кто бывает Какая забота о людях Чтоб человек даже Не засомневался Проехать можно Большая техника идет Огромная А это готовые Уже здесь сделаны Не участвовали Разрушают Премудрости Здесь никакой Нет ни мудрости А есть Как Исаи говорит Злодейцы Злодействуют злодейски Кто согласен Об этом помолиться Чтобы Бог Избавил нас От зла Потеряевки Подобного этому Чтобы брат Не искал Кто травит ему Урожая Я сколько раз ловил Пасут коров Забрели на поле Я начинаю с ним Вообще не учить детей Нисколько Только либо Корова Должна иметь Расстояние Друг от друга Третий до пяти метров Она бодается Овечки Голова с головой могут Я смотрю Душа мрет Подогнали К воде Загнали И Христа В двенадцать часов Вы уже Загоняете Пол одиннадцатого Еще не отпускали Коров держат От каким надо быть Молоко Это ваша валюта Я Все бросил Пошел Опасет Вот такой вот Ему ни разу Не рассказали Ни про коров Ни про овечек Мы из дома Видимо увидели Что я разговаривал Сразу двое пришли Коров Отогнали Через полчаса Уже загнали На полчаса раньше Что за народ Подобрался у вас тут Это же скотина Написано Праведник Милует скоты Своей Один занимается Полем Будет плохо делать У нее ничего не будет Вы на вырождение Пойдете Я вам рассказываю Не басни Я не один тут был Когда мы заготовили Клен Я смотрел Как это так А нам отец все рассказывал Какое время На какое поле гнать Где напоить Поэтому К осени Овечки были Как свиньи Из одного сала Его предупредили Тихон Дмитриевич Не принимай чужих Но начальник милиции Привез Говорит Из другого района Казахи Они любят Чтоб жирное было Так у него курдюки Вот такие вот Курдюк Это хвост Налитый салом И мы с детства Это все видели Детей не учат Нисколько Я в прошлый раз сказал Загоняйте когда Вы же обязательно Выгонять их будете В обед И вот на таком уровне Ветки И человек и корова Глаза выкалывают Ну отпилить и уберите Нет Ну что я взял ножовку Полез Полез на ограду Везде все отпилил И вот идут они выгоняют Палочки разные Видно что она Не с дерева пала Значит ударил Она сломалась Об корову Бросил Ну хотя вы не ее оттуда Я хожу Каждое утро проверяю И за вами убираю мусор И вам не стыдно Нисколько Ведь осталось Два Двора Которые имеете коров И в таком Фу Состоянии находитесь Я прошу всех Помолитесь Об этом деле Это очень Нехороший признак Что Эти люди Которые творят Такие пакости Они будут хорошими Гражданами страны И люди Которые спасут Души свои Объявили В 11 часов Все Я прошу помолиться А ты где можешь Сообщи это Возвратите мне То что мы потратили Что Глины навозить На то же место Знаете Тихон Разрешите Ксалатину